друзья всем привет меня зовут татьяна вы на канале и губи филки продолжаем тему по детального валяния на примере вот этого пальто и так когда наши детали свалены прежде чем их сшивать нужно провести влажно-тепловую обработку то есть про утюжить хорошенько войлок с паром и сегодня наше видео будет об этом после того как детали свалены можно дождаться полного высыхания а можно немножечко не досушивать войлок и провести грубую глажку то есть просто расстелить изделие на гладильной доске или на гладильном столе и грубо его погладить и тогда она примерно выглядит вот так некоторые края войлока у нас будут немного фолдить то есть будут вот такими волнами в данном случае у меня фолдит низ изделия мне немного не хватает войлока в районе плечевых швов если приложить шаблон и фолдят у меня боковые части вот видите я плоско показываю вам камеру и вот такие волны у меня на войлоке образуются для того чтобы качественно отутюжить заготовку можно воспользоваться утюжильным столом или просто разместиться на полу расстилайте шерстяное одеяло или какой-то плед хлопковый или несколько слоев простыни и смотрите вот у меня не хватает немножечко войлока в районе проймы рукава и в районе боковых швов и сейчас я буду немножечко растягивать войлок в этой зоне чтобы это было легче сделать я увлажняю из пульверизатора войлок обычной водой смачиваю не точно прям шовчик один сантиметр а некоторую область в районе там пяти десяти сантиметров и сейчас под утюгом утек горячий я ставлю на максималку на тройку и с паром немножечко подтягиваю вот вы видите идет пар будьте осторожны пар очень горячий и немножечко подтягиваю войлок и утюгом прижимаю и застаиваю чтобы войлок высох вот именно в этом положении чтобы он немножечко растянулся и запомнил свою форму действую деликатно сантиметр сантиметром никаких сильных резких растяжений дерганий не произвожу прикладываю свою выкройку вот она запотела потому что войлок сейчас горячий и вот один сантиметр на шов меня прекрасно появился выкройка лежит изделие абсолютно плоская расправляю войлок с другой стороны смотрю что мне не хватает в районе правого рукава тоже сантиметра увлажняю и широким движением то есть не пальчиком тяну в одну сторону а прям всей ладонью всей пятерней зажимаю и вытягиваю и теперь подтягиваю и под утюгом высушиваю мокрый войлок и он как раз растягивается из их за высыхает вот в этом положении и запоминает свою форму пока войлок сохнет под утюгом поправляю свою выкройку и смотрю чтобы у меня не исчезла запаса на шов в каком-то другом месте расправляю выкройку и вновь проверяю с левой стороны все хорошо сантиметр на шов у меня есть я делаю прибавку на шов кстати один сантиметр проверяю по правому и по левому боку смотрю где мне не хватает войлок все же еще немного влажный немного подтягиваю и постоянно прижимаю его к плоскости чтобы войлок высох в плоском положении а не какой-то волной как я показывала в начале ролика и вот так сантиметр за сантиметром аккуратно прибавляю в тех местах где мне это необходимо когда войлок запомнил то положение которое меня устраивает прижимаю какой-то плоской поверхностью для этого я воспользовалась мини гладилкой для рукава и обязательно точным сантиметром или линейкой проверяем чтобы у меня везде точно было сантиметр или чуть больше конечно для шва проверяю во всех во всех местах прикладываю линеечку и прижимаю другой бачок чтобы он высох плоском положении и как говорится 7 раз отмеряю один раз отрезаю тщательно неоднократно проверяю по каждому сантиметру края своей выкройки чтобы везде оставался как минимум один сантиметр на шов если где-то не хватает еще немножечко добавляю воды и под утюгом с паром все это от утюживаю при утюживаю чтобы везде был сантиметр для шва после этого аккуратно вместе с выкройка убираю в сторонку свою деталь вновь при приглаживаю рукой чтобы деталь была максимально плоской и вот эти неровные фолдящие края которые у меня теплый и немного еще влажные прикрываю чем-то ровным и тяжелым например можно положить просто журнал и эту же гладильную доску или даже разделочную доску и просто после влажно-тепловой обработки мое изделие как видите абсолютно абсолютно плоская тщательно утюгом приглаживаю при утюживаю никаких доваливающих элементов я не совершала ничего не валяла не притирала просто утюгом как видите в абсолютно плоскую деталь выровняла вот здесь может быть бачок еще чуть-чуть можно при утюжить если за один раз влажно-тепловой обработки некоторые фолдящие края не ушли можно повторить то есть дать войлоку отдохнуть и еще немного по утюжить чтобы все было ровно и красиво еще раз проверяю чтобы везде был один сантиметр на шов вот они абсолютно ровненькие плоские края и теперь следующем видео я уже покажу вам как я буду выкраивать свои детали и как я буду их сшивать а сейчас продолжаем влажно-тепловую обработку на примере капюшона вот такая плоская деталь получилась и так полочку я отглаживал абсолютно сухую а вот мой капюшон только свален отжат и выглядит вот таким образом где-то войлок немножечко кривова где-то его не хватает края неровные капюшон мокрый и здесь уже я не буду пользоваться водой увлажнять не буду прикладываю свою выкройку к одной стороне вот крайне ровный но в принципе это не важно но в каких-то местах войлока не хватает для подгибки для шва а здесь вот по нижнему краю вообще не хватает войлока вот видите для выкройки прям совсем не хватает наверное даже два сантиметра и вот это место сейчас мы на утюге с вами также выровняем также сделаем ровный край и наш капюшончик будет абсолютно идеально соответствовать выкройке для шитья войлок мокрый податливый поскольку пряжу для декора я использовал разного состава соответственно войлок в разных местах садился немного по-разному и для начала я вот так вот прям грубо подтягиваю его он абсолютно такой резиновый плотно сваленный пальто свалено было с коэффициентом 1 и 7 поэтому я знаю что точно все хорошо свалено и никуда ничего не оторвется поэтому смело вот так подтягиваю растягиваю где-то вытягиваю и расправляю при необходимости прилагаю небольшие усилия но где-то можно даже и побольше применить физических усилий для выравнивания края и вот вы видите просто вала во влажном состоянии мой войлок становится абсолютно резиновым и выправляется в идеально практически ровную прямую линию как вы помните марлю я выкладывала абсолютно ровно ну а здесь чуть больше усилий прилагаю и конечно абсолютно плоскими движениями разглаживаю свой войлок и вот уже у меня капюшон стал стык с краем а мне нужно прибавить один сантиметр для шва и ничего страшного я делаю небольшой перегиб относительно верхнего края где у меня стыковка марли расправляя нижний край убираю вот эту выпуклость вот где у меня рука левая только что лежала и такими же деликатными легкими подтягивающими движениями вытягиваю войлок он у меня сейчас мокрый и вот утюгом я как раз его подсушиваю и он запоминают ту форму которую я ему придаю войлок влажный очень податливый утюг у меня стоит на максималке на тройке паром я не пользуюсь не включая кнопку по отпаривания просто отглаживаю грубо говоря высушиваю в том положении которое мне необходимо и вот делаю конечно же более плоским свой капюшон чтобы мне было удобнее его сшивать а более округлую форму форму головы я придам уже на готовом изделии вот вы видите ладонью я подтягиваю и плоским прям утюгом длину вытягиваю чтобы войлок был гладким и плоским чтобы не было по низу фаллящих краев вот так вот плоско проглаживая утюгом прижимаю и войлок высыхает в плоском положении вот пальчиком сантиметрик за сантиметриком подтягиваю и передаю ту форму которая меня устраивает периодически убираю утюг и примеряю выкройку я уже делаю это достаточно опытно и поэтому так много выкройку не прикладываю кстати видео снято в реальном времени то есть вы в реальном времени можете посмотреть как я провожу влажно-тепловую обработку самое главное чтобы у вас была большая плоская поверхность чтобы абсолютно ровно лежала ваше изделие и вот вы видите как на вашем глазах у меня появился сантиметр для шва опять линеечкой примеряю чтобы точно было необходимое количество для шва измеряю подгибку которая будет дальнейшем потом для кулиски проверяю чтобы мне точно хватило на подгибку где-то если пол сантиметра в верхушечке не хватает то это не критично самое главное чтобы в основных главных очертаниях мой капюшон совпадал вот и все пожалуй о влажно-тепловой обработки мои детали готовы и я буду приступать к их сшиванию и в ближайшем видео покажу вам плоский шов которым сшито данное пальто я с вами прощаюсь с вами была татьяна до новых встреч пока